Злодейство произошло в ночь на 28 октября. Двое молодых людей избили мужчину, а потом подожгли на нем одежду. Пострадавший погиб. Одного задержали сразу, он находился неподалеку от места преступления, второго чуть позже. Один из преступников находился в непосредственной близости после совершенного преступления, от места, где они совершили это преступление. После чего в ходе дачи им показаний он сообщил местонахождение, вероятное местонахождение второго. В ходе проведенных следственных действий они дали признательные показания, полностью сообщили обстоятельства совершенного преступления. В интересах следствия анкеты данные указанных лиц я не сообщаю. Сегодня в суде решается вопрос об аресте подозреваемых. В течение 10 дней им должны предъявить обвинение. Законно предусмотрено, что в исключительных случаях может и в отношении подозреваемого. Почему здесь исключительный случай? Потому что преступление было совершено два дня назад, лица были задержаны, но не установлены еще все обстоятельства совершенного имя преступления. Дело пока квалифицируется по части 4, 111 статьи Уголовного кодекса. Сговор группы лиц, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть по неосторожности. Отягчающим обстоятельством является состояние алкогольного опьянения фигурантов дела. Оба не работают, во всяком случае официально, несудимы в прошлом. У суда имеются основания полагать, что, соответственно, на свободе он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от своей следствии суда, воспрепятствовать установлению истинного поддела. В связи с чем, у него не может быть применена и наиболее мягкое меропресечение. На основании службы суд постановил избрать за раздреваемую меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 28 декабря 2014 года. Совершено особо тяжкое преступление. В деле будет множество экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическое. Субтитры создавал DimaTorzok